Добрый день! В эфире итоговая программа «Вести неделя Кабардино-Балкария» в студии Беслан Суидимов. Кабардино-Балкария стопроцентно готова к проведению Кавказских игр 2012. Об этом сообщили в Москве на рабочем совещании, которое прошло в четверг под председательством заместителя полупреда ВСКФО Одесса Байсултанова. В разговоре участвовали представители Министерства спорта и культуры России, субъектов Северокавказского округа, сотрудники федеральных силовых структур. О деталях процесса подготовки и программе фестиваля проинформировали председатель правительства Кабардино-Балкарии Иван Гертер и министр спорта Аслан Афаунов. На совещании решено усилить меры безопасности с этой целью. На стадионе «Спартак», где пройдут основные состязания, установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Департамент физкультуры и спорта Москвы пообещал любителям экстрима мотофристайл и мотошоу. А регионы СКФО должны до 20 сентября представить утвержденные списки своих сборных команд. Напомню, глава КБР лично инспектировал подготовку спортивных объектов к фестивалю и неоднократно подчеркивал его имиджевое значение на заседаниях Республиканского оргкомитета по кавказским играм. По мнению Арсена Конокова, КБР не раз проводила масштабные мероприятия самого высокого уровня. Этот опыт может и должен стать гарантией того, что у участников и гостей фестиваля останутся самые приятные впечатления от Республики, уверен глава КБР. В Нанчике будет построен Вантовый мост. Эту новость на этой неделе депутатам сообщил председатель Госкомитета Республики по дорожному хозяйству. В рамках правительственного часа в парламенте КБР Аслан Дышеков выступил с докладом и рассказал о деталях грядущей стройки. Подробнее Заур Гидуев. 30 километров дорог отремонтировано в 2012 году. Еще 40 будут проложены в следующем, отметил председатель комитета Аслан Дышеков. Это и подъездные пути к кладбищам в семи селах, и капитальный ремонт дорог практически во всех поселениях Кабардино-Балкарии. Например, если в 2012 году мы отремонтировали около 53 километров дорог, и эта сумма составила 227 миллионов рублей, то в следующем году мы планируем около 200 километров дорог капитального ремонта и ремонта на сумму около миллиарда рублей. Одной из приоритетных задач, поставленной главой Кабардино-Балкарии перед комитетом, является дорога Кисловодск-долина Нарзанов-Джилсу-Эльбрус. Данный объект послужит толчком для развития туристко-рекреационного комплекса. 10 километров пути уже заасфортированы. Правда, они пока на территории Ставропольского края. А вот строительство Вантового моста будет уже в Кабардино-Балкарии. Через реку Нарчик, между селениями Адьюх и Нартан. Равных ему не будет на всем Северном Кавказе, обещает глава дорожного хозяйства. Подрядчики, с которыми мы разговариваем по данному проекту, они делают нам его по себестоимости. Сумма его составляет 79 миллионов рублей. В сравнении, значит, мы планировали на обычный мост 75 миллионов рублей. Дорожный фонд сегодня доходит до 2 миллиардов рублей. Основной источник – сборы по акцизам на нефтепродукты. За 8 месяцев этого года уже освоено полторы сотни миллионов. Это не только отремонтированные и заново остроенные дороги и мосты, но и новейшая техника, благодаря которой удалось снизить стоимость прокладки асфальта в 400 рублей до 50 за квадратный метр. Качество работ стало ощутимо лучше. Но тут же вопрос от спикера. Кто и как пользуется столь ценными машинами? Каким образом вы приобретаете, на каких условиях эту технику вы передаете этим хозяйствам? Мы передаем в госимущество. Госимущество проводит торги. Кроме того, техника оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет полностью контролировать ее перемещение. Работу комитета депутаты оценили на высшем уровне. За год, по их мнению, проделана огромная работа. Саур Гидуев, Альберт Корцаев, Асламуза Хандохов, Вести недели, Кабардино-Балкария. В борьбу с экстремистской идеологией должно включиться все общество. В среду к этому выводу после четырех часов бурной полемики пришли участники расширенного заседания комиссии при главе КБР по содействию в адаптации к мирной жизни членов незаконных вооруженных формирований, принявших решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности. Прошло оно под председательством секретаря совбеза КБР Русланы Ишугалова. Слово Жане Гуляевой. Когда в январе этого года по указу Арсена Конокова в республике создавали комиссию по адаптации к мирной жизни членов НВФ, решивших отказаться от террористической деятельности, учесть старались все. И мировой опыт, доказывающий безуспешность только силовых методов борьбы с религиозным экстремизмом и практические наработки дагестанских и имбургских коллег. Стабилизировать ситуацию в КБР удалось. Однако обстановка остается сложной, отметил открывая заседание председатель комиссии Руслан Ишугауф. По-прежнему гибнут сотрудники правоохранительных органов, главы администрации, бизнесмены и простые граждане. Это вынуждает властные структуры и силовые органы республики принимать соответствующие меры противодействия, что также приводит к гибели молодых людей, граждан республики и страны, одурманенных чуждой нам радикальной религиозной идеологией. Одним словом идет ничем не оправданное взаимоотношение. Остановить кровопролитие не удастся до тех пор, пока само общество не включится в борьбу с терроризмом, подчеркнул Ишугауф. И здесь одинаково важны и контрпропаганда идеологии экстремизма, и тесные контакты с общественными организациями, и работа правоохранительных органов. На сегодняшний день в комиссию поступило 38 обращений граждан. И в целом тема одна – неправомерное применение насилия и превышение полномочий силовиками – прозвучало на заседании официальной информации. Такие действия подрывают доверие общества к силовым структурам, – высказались правозащитники. Представители республиканского МВД обоснованность претензий признали. Только с начала года по фактам превышения полномочий правоохранителями возбуждено 27 дел. Однако, считают они, обществу иногда намеренно навязывается негативное мнение о силовиках. СМИ зачастую сочувственно относятся к участи членов бандподполья и редко пишут о том, что думают дети погибших от рук экстремистов. И все-таки рассчитывать на доверие тех, кому обращены призывы сложить оружие, можно лишь при условии открытости силовых ведомств, пришли к выводу собравшиеся. Важная роль в решении данного вопроса отводится правоохранительным органам и суду. У них должна быть единая позиция для того, чтобы снять сомнения и опасения тех, кто пожелает сдастся. Особенно в обеспечении законности и объективности расследования, а также их личной безопасности. Я неспроста говорю и подчеркну о том, что правоохранительные органы, мы все должны понять прекрасно, что без правоохранительных органов комиссия одна решить ничего не сможет, потому что все ее решения, все ее определения носят рекомендательный характер. Следует ли включать в состав комиссии представителей силовых структур? Почему идеология джихада находит в молодежной среде столько сторонников? Кто должен заниматься фундаментальными исследованиями по этой тематике? Вопросов было много. Говорили и о строящемся исламском центре. Ишугау заверил, бесконтрольным это учебное заведение не будет, тем более что строится оно под пристальным вниманием президента России и главы республики. По итогам обсуждения решено поддержать законодательную инициативу дагестанских коллег об амнистии, сложивших оружие и не запятнавших себя кровью боевиков, а также создать фонд для помощи им в адаптации. Комиссия также рассмотрела заявление добровольно сдавшейся пособницы террористов. Она обратилась за содействием в отбывании наказания в пределах СКФО. Ходатайство об этом будет направлено в соответствующие федеральные органы. Жанна Гуляева при содействии пресс-службы главы и правительства КБР. Минфин Кабардино-Балкарии в числе хорошистов. Так работу ведомства оценили на федеральном уровне. Об этих и других успехах говорили в пятницу в государственном концертном зале, где прошла торжественная церемония в честь 90-летия со дня образования Республиканского министерства. Пример Иван Гертер от имени главы КБР поздравил финансистов и отметил особо отличившихся правительственными наградами. Продолжит Марина Ярославская. Благополучие каждого учреждения зависит именно от их работы строгие и неумолимые, когда дело касается денег. Но сегодня их праздник – 210 лет со дня образования Министерства финансов страны и 90 лет Минфину Республики. Задачи ведомства сегодня амбициозны – повышение доходов и качество управления, снижение дотационности и госдолга. В конечном итоге именно от работы собравшихся в ГКЗ экономистов и зависит финансовое и не только благополучие жителей Республики. Если надо найти деньги, что-то сделать, отремонтировать школу или купить оборудование в детский сад, в больницу, завершивая финодел, и начинаешь краить то, что есть. Вы знаете, трудная роль финансиста. Ругают всегда финансиста. Насколько я знаю, денег нет – финансист виноват, потому что неправильно сделал бюджет. Тем не менее, практика показывает, бюджет Республики в последние годы меняется только к лучшему. Доходы выросли почти в три раза, дотационность снизилась. По качеству управления финансами в КБР тоже достигнуты значительные результаты, отметил министр. Кабардино-Балкарская Республика усовершенствует бюджетную политику по результатам мониторинга Министерства финансов Российской Федерации за 2010 год, перешла из третьей группы во вторую, то есть вошла в число хорошистов с надвижащим качеством управления. Тех, кто обеспечивает это качество нагрудными знаками, грамотами и благодарностями правительства Республики наградил премьер-министр. Марина Ярославская, Альберт Корцаев, Асламурза Хандохов. Вести недели. Кабардино-Балкария. Далее в нашей программе. Из аварийного жилья в новые коттеджи. Пример Республики Иван Кертер поздравил с новосельем 34 семьи из Прохладницкого района. Интересы частных инвесторов под защитой Совета Безопасности Республики заработала медведомственная комиссия по вопросам господдержки и защиты бизнеса. Аутентичная музыка, 90-летние исполнители и горы. Вместо зала в Кавказский тур французского режиссера Винсент Монт закончил съемки Черкесии. После короткой рекламы мы продолжим знакомить вас с главными событиями уходящей недели. Оставайтесь на телеканале «Россия». Меня часто спрашивают, в чем секрет качества окон Берта. Формула простая. Всегда стремиться к совершенству, воплощая задуманное добросовестно и честно. Именно поэтому наше качество остается на недосягаемой высоте. Окна Берта. Всегда на высоте. Медицинский центр «Гигея» оказывает квалифицированную помощь при алкоголизме и наркомании. Уникальный метод разрушения непреодолимой тяги к алкоголю и наркотикам. Обращайтесь в медицинский центр «Гигея» по телефону в Георгиевске 66633. О чем же мечтают в наш век пассажиры? Стремительный сервис, надежность машины, комфортность и скорость – все это у нас. Звоните в такси 24. Ждем вас. Телефон 77 06 06. Первый в России магниторезонансный томограф «Магнитом Эссенза» фирмы «Сименс». Это комфортное проведение исследования и точность постановки диагноза. Наличие новейшего программного обеспечения с клиническими приложениями для любой анатомической зоны делает исследования незаменимыми в неврологии, ортопедии, при заболеваниях сосудов, кардиологии, онкологии и педиатрии. Запись на обследование по телефону в Нальчике 427373. 17 сентября в 19.00 Министерство культуры Российской Федерации и Международный Исуповский фонд приглашают жителей республики на концерт Астраханского государственного театра оперы и балета. Арии и зопер прозвучат в концертном зале Колледжа культуры и искусств Северокавказского государственного института искусств по адресу. Улица Балкарская, 3. Вход свободный. Сегодня, выбирая качественные окна, архитекторы выбирают Нобель. Признанный немецкий профиль и технологии первого оконного завода – качество, способное всегда оставаться на высоте. Нобель. Дойче технологии. Вода очистителя Мелеста – уникальное достижение конверсионной технологии. Город Нальчик, улица Байсултанова, 16. Магазин «Хостовары». Продается кафе в центре города Майского, 224 квадратных метра. Телефон 8-965-497-31-70. Клиника здорового позвоночника и суставов «Новомед». Улица Кабардинская, 155. Внимание безработных граждан и незанятого населения. Центр занятости населения имеет возможность направить вас на обучение по специальностям. Пользователь компьютерной техники со сроком обучения – один месяц. И электрогазосварщик со сроком обучения – три месяца. Группа на пользователя компьютерной техники формируется до 20 ноября 2012 года. Группа на электрогазосварщика – до 1 октября. Желающим пройти обучение обращаться по адресу. Улица Ахохова, бывшая Первомайская, 141А, кабинет номер 16. Контактные телефоны 77-54-24-77-27-19. Продюсерский центр «Хатусас» при поддержке управления культурой администрации Нальчика приглашает на этнокультурный концерт из цикла «Вечера народной песни» «Гушаора Демипша». 18 сентября – Госдрамтеатр имени Алиша Генсукова. Начало в 18.30. Билеты в кассах театра. Фасадные конструкции, алюминиевые двери, композитные панели, металлопластиковые окна. Фирма «Маржа». Улица Байсултанова, 26. Телефоны 74-13-20, 74-14-20. ООО «Эльбрусфрут» реализует яблоки оптом и в розницу. Выращены по самым новым современным технологиям на соблюдение всех санитарно-гигиенических норм. Не содержат нитратов и нитритов. По цвету, вкусу, аромату и лёжкости превосходные. ООО «Эльбрусфрут» закупает яблоки зимних сортов калибром 7+. ООО «Эльбрусфрут» сдаёт в аренду холодильные камеры под фрукты с предоставлением контейнеров. Фасадные конструкции, алюминиевые двери, композитные панели, металлопластиковые окна. Фирма «Маржа». Улица Байсултанова, 26. Телефоны 74-13-20, 74-14-20. В эфире итоговая программа «Весенний день Кабарня в Балкарии». Мы продолжаем. 108 жителей республики уже в ближайшее время справят новоселье. В рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья сразу в трёх населённых пунктах Прохладницкого района практически завершено строительство коттеджей современного типа. Один из таких новых микрорайонов в посёлке «Прогресс» в понедельник проинспектировал председатель правительства республики Иван Гертер. Рассказывает Барям Дженгуразова. Машины вот так не пройти, не проехать. Мы полностью вот это подготовили. Вот хозяйство чем-то помогает. Посёлок «Прогресс» – никогда одно из ведущих подразделений знаменитого овца совхоза «Степное». Со временем, как и везде, здесь всё пришло в упадок, обветшало. Вот эти дома 60-х годов постройки доживают сейчас свой век. Вернее, дожили. На их месте появился комфортабельный коттеджный городок, 15 современных домов. Насколько обустроенных, премьер-министр республики решил проверить лично. Владельцы нового жилья, пользуясь случаем, своё слово тоже сказали. Огромное спасибо и правительству, и главе администрации, и нашей главе администрации, которая это сделала. Всем-всем большое очень спасибо. Из этого дома, в такие дома переселить, это даже никто не ожидал. Проблема лишь одна, сожалели жители посёлка. Квадратура остаётся прежней. То есть семья получает ровно такую же площадь, в какой проживала раньше. Но это заложено в федеральном законе, изменить который республиканские власти не могут, пояснил премьер. Зато местные жители получили в придачу к новым квартирам земельные участки. Конечно, это небо и земля. 15 двухквартирных домов в этом маленьком посёлке, это знаете, как сотня в большом городе, это так вот оно видится и смотрится. Конечно же, люди видят отдельное отопление, газ отдельный, свой котёл, который отапливает, и горячая, холодная вода, туалетные комнаты, и плюс канализация на одна-два дома, то есть в септике построена, то есть все условия созданы. Иван Гертер обозначил перед местными властями круг первоочередных задач. Прежде всего, снести оставшиеся старые построги, озеленить территорию. Тут должны приложить руку, и сами жители считают премьер. А комитет по ЖКХ и район помогут. Отметил после осмотра председатель правительства и качественную работу строителей. И по деньгам, и по строиматериалам, какие материалы мы применяли, я думаю, там вы видели, все качественные материалы, нормальные полностью, и все делали не то, чтобы как бы сдать по-быстрому, а делали все качественно. Я думаю, претензий к нам и со стороны ЖКХ, Мустафира Ахматовича, не было. Все это контролировалось. Приезжали оттуда сотрудники, смотрели, претензий к нам, именно по строительству, к нам не было. И это все контролировалось и жителями, все это видели, и хозяев, будущие хозяева приезжали. Всего же в трех сельских поселениях Прохладинского района сдаются в эксплуатацию около полутора тысяч квадратных метров нового жилья. Праздновать новоселье будут 34 семи, 108 сельских жителей. На данный момент по программе переселения только в Прохладинском районе выполнено работ на 36 миллионов. 26 из этой суммы средства фонда реформирования ЖКХ. Кроме того, на стадии готовности несколько таких маленьких микрорайонов в Зольском районе. Многоквартирный дом завершен в Тернаузе. А жители Прогресса переселятся в свои новые квартиры после того, как заключат договоры с энергетиками, газовщиками и другими коммунальными службами. Мариам Джангуразова, Сафар Гирифф, Анатолий Дирько, Вести недели, Кабардино-Балкария. Будущее сельского хозяйства в руках молодежи – это тема очередного бизнес-завтрака, организованного Минмолодежи Республиканским многофункциональным молодежным центром. На разговор с начинающими сельхозтоваропроизводителями пригласили министр сельского хозяйства и продовольствия КБР Альберта Каздохова. Ну а открыл встречу уже по традиции министр по делам молодежи Султан Хажирок. Он в очередной раз, а участниками таких бизнес-завтраков уже были руководители различных ведомств, предложил неофициальный формат общения. Ну а далее начался откровенный диалог. Кабардино-Балкария Каздохова рассказала о том, как открыть свое дело и стать участником госпрограмм поддержки АПК. Приятнее, что такая молодежь интересуется сельским хозяйством и хочет там какой-то бизнес построить на себе. У нас очень много программ сейчас есть. Всегда мы рады, двери наши открыты. Пожалуйста, заходите и вместе будем ваши бизнес-планы обсуждать. Вместе будем. Я лично буду выезжать, куда вы пригласите, я лично буду выезжать туда и смотреть, что у вас есть. Речь на встрече шла и о проблемах более общего характера. Тут и положение мелких сельхозпроизводств после вступления России во Всемирную торговую организацию, вопросы агрострахования, создания логистических центров, консультации специалистов. Плоды такого рода общения станут очевидны позже, считают организаторы бизнес-завтрака. Но компетентные ответы на свои вопросы потенциальные аграрии получили уже сейчас. Ведущие медики СКФО обсудили в Нальчике фундаментальные исследования и новые медицинские технологии в области сердечно-сосудистой хирургии. Официальное открытие двухдневного конгресса кардиологов Кавказа прошло в государственном концертном зале. Приветственный адрес его участникам направил и глава Кабардио-Балкарии. Основных задач у конгресса было несколько. Это в первую очередь совершенствование профессионального уровня врачей первичного звена, немаловажное и скорейшее внедрение в клиническую практику современных технологий диагностики. В этом году в окружном форуме приняли участие известные ученые из Москвы и Санкт-Петербурга. Самый именитый среди гостей – академик, главный кардиолог России, почетный президент российского кардиологического общества, личность известная далеко за пределами страны Евгений Чазов. О том, насколько значима тема конгресса, он высказался еще до его начала. К сожалению, эти сосудистые заболевания, сердечные заболевания – это 57% смертности. Поэтому мы сейчас за десятилетия снизили на 20% по стране. И надо, нас это, конечно, не может удовлетворять. И мы ищем все время новые, новые подходы к решению этой проблемы. И будем обсудать этот вопрос. Очень важными для народа назвал академик планы строительства сосудистого центра в Нальчике. Медицина двигается вперед, и новые методы диагностики и лечения должны быть доступны каждому человеку, независимо от того, где он живет. Потому внимание государства к этому направлению здравоохранения повышенное. Эффективно реализуются федеральные программы по борьбе с социально значимыми заболеваниями. И в Кабарнеобалкарии, подчеркнул уже глава республики в своем приветственном адресе. Обращение Арсена Конокова к участникам конгресса озвучил Иван Гертер. Верю внедрение современных технологий диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит заметно повысить эффективность медицинской помощи больным и социально значимыми заболеваниями. Объединение наших усилий поможет добиться значительных успехов в деле охраны здоровья населения Кавказского региона. В Оргкомитет Конгресса представлено более 50 докладов. В рамках форума прошли 4 пленарных и 6 секционных заседаний. Интересы частных предпринимателей будет защищать Совет по экономической и общественной безопасности Кабарнеобалкарии. В пятницу в Думе правительства прошло первое заседание его межведомственной комиссии. По каждому факту незаконного давления на малый и средний бизнес, внеплановых проверок и преднамеренных банкротств будут проводиться серьезные разбирательства. Число занятых в предпринимательстве за пять лет выросло почти в два раза. Кратно увеличились и тормозящие развитие малого и среднего бизнеса процедуры. Это несмотря на защищающие его права федеральные законы. Мы не оставим без внимания ни одного сообщения о фактах незаконного давления на бизнес, начал разговор секретарь Совбеза КБР Руслан Ишугауф. Лишнее административное вмешательство в большей степени негативно отражается на малом и среднем бизнесе. Это самым чувствительным, комфортным бизнесом среди сектора экономики. Для создания благоприятных условий бизнеса обществу инвесторам главой республики принято решение об образовании межведомственной комиссии. В настоящее время по поручению президента Российской Федерации и правительства России прорабатывается вопрос по упрощению отчетности, снижению административных процедур, увеличению расходов на государственную поддержку малого бизнеса. Сейчас межведомственная комиссия разрабатывает свою программу, но обратная связь очень слабая, посетовал секретарь Совета. Предприниматели не торопятся использовать такой механизм, как республиканская антикоррупционная линия. Этот канал должен работать эффективнее, отметил Руслан Ишугауф. Выигрывают в итоге все, и в первую очередь сами предприниматели. Высказаны на заседании и претензии в адрес правоохранительных органов. Необоснованность многих проводимых ими мероприятий вызывает нарекания. Ни для кого не секрет, что социально-экономическое развитие нашей республики напрямую связано с обеспечением ее общественной безопасности. Эти обязанности возложены на наши правоохранительные органы, которые, как я вечно считаю, не справляются со своей обязанностью. После изменения в федеральном законодательстве все внепроцессуальные проверки различных предпринимательских структур должны быть прекращены. Но у нас, как выяснилось, дело обстоит иначе. Только в адрес шести банковских учреждений в 2011 году было направлено свыше 600 запросов относительно движения денежных средств по счетам предпринимателей. Аналогичные запросы поступают Минсельхоз, Минэкономразвитие и другие ведомства по всем фактам выдачи субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. То есть предприниматели не успевают денежные средства получить, а уже следом идут проверять. Прозвучало предложение организовывать в перспективе публичное слушание по особо нашумевшим делам в этой сфере. Насколько мы можем их приглашать и заслушивать здесь? Почему они столько проверок? Будут это плановые, будут это неплановые и так далее, и так далее. И в конечном итоге на какой результат они уходят? Председатель межведомственной комиссии, заместитель секретаря Совбеза Асланбек Хаупшов проинформировал. Образовано шесть рабочих групп, они будут заниматься сбором информации по административным ограничениям, и они же будут разрабатывать и осуществлять меры по их устранению. Что делать, если газовый или электрический счетчик, несмотря на попытки хозяина экономить, живет собственной жизнью и под конец месяца выдает необъективные показатели? Ремонтировать или менять уличенный в неточности прибор своими руками коммунальщики не советуют, говорят себе дороже. В нелегком споре хозяин счетчик разбирался наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Для этого дома регулярные отключения электроэнергии стали недоброй традицией. Основная причина, конечно, не плательщики. Но, как выяснилось, некоторые здешние счетчики круги наматывают независимо от потребляемой энергии. То сами приборы работают непонятным образом, то провода к ним идут неизвестно откуда. Если есть сомнения в точности показаний вашего счетчика, проверить обоснованность подозрений легко, говорят специалисты. Надо выключить все приборы и оставить включенной только 100-ваттную лампу на 10 часов. Объем потребленной энергии не должен превысить 1 кВт. Если есть сомнения в показаниях счетчика, в работе счетчика, нужно обращаться в нашу поверочную лабораторию, где мы можем на эталонном оборудовании произвести замеры и определить, провести экспертизу счетчика, метрологических его параметров, правильно он показывает, или там заводской брак, или там вмешательство в работу счетчика, или какое-то нарушение еще в работе счетчика. Правда, сделать это самостоятельно нельзя, а пломбированный прибор должна снимать соответствующая служба, составить акт и вместо старого счетчика поставить другой, временный. Сегодня рынок предлагает самые разнообразные электросчетчики, от привычных с крутящимся диском до сенсорных. Продавцы утверждают, что их показания сомнению не подлежат. Электронные счетчики, которые рассчитаны на современные виды приборов, это приборы, так называемые двухкиловаттники, которые потребляют много энергии. Так как старые счетчики не рассчитаны под эту нагрузку, часто бывают пожары. Но это в самом худшем случае. Гораздо чаще происходят перепады напряжения, из-за которых горят компьютеры, телевизоры и бытовая техника. В таких случаях нужно обратиться в отдел госнадзора. Если факт перепада напряжения будет доказан, можно смело требовать компенсации от поставщика услуг через суд. Проверка и экспертиза счетчика в удовольствие платное, но за правду зачастую и денег не жалко. Замена узла учета, провод вам не понравился, щит, вы считаете, что заявка рассматривается в течение трех дней. Существует регламент рассмотрения заявок по обращениям граждан в течение трех дней. Это в случае загруженности, но это зачастую все-таки бывает и быстрее. Впрочем, с заменой электросчетчиков торопиться не следует, советуют специалисты. Внушительные суммы в квитанциях могут быть виной не столько самого прибора учета, сколько результатом работы прожорливой бытовой техники. А это совсем другая история. Альберт Харцаев, Заур Конкулов, Вести недели, Кабардино, Балкария. Аграрии республики приступили к сбору винограда. Из-за неблагоприятных погодных условий урожай солнечной лозы в этом году не оправдал ожидания. Некоторые теплолюбивые сорта просто не выдержали зимних морозов. Сейчас на плантациях идет массовая уборка, а руководители предприятий уже задумываются о том, как снизить риски в будущем. Подробнее в материале нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Если не эта зима, в этом году, у нас урожай невозможно было убрать. В том смысле очень обогащение было бы урожай. Подарок на горяча дал 12 тонн. По 8 с гектаров вышло левокумского устойчивого. Гендиректор винограда Сафарбит Халиджогов и бригадир Ольга Подзолкова подсчитывает, сколько смогли бы собрать с 500 гектаров, если бы не аномальные для южного региона морозы этого года. Молдовы нет, замерз даже Сапирави Северный, сетуют виноградари. Остались только сорта, что выдерживают холода до минус 30. Высаживать их на плантациях предприятия начали два года назад. Но даже предварительные подсчеты доказывают. Переход на морозоустойчивую лозу, помимо снижения рисков, еще и намного уменьшает затраты. Мы их где-то около 200 гектаров заменили. Каждый год по 50 гектаров меняем. И новый сорт начали разводить, Платовский, Новочеркасская селекция. Тот, вот он очень морозоустойчивый и скрещенный подарок Магара, чай, жемчуг зала. Хороший сорт, универсальный. Вот он до 30 градусов будет выдерживать. Высадка этих сортов идет за счет реконструкции старых насаждений. Сейчас подстойкую к холодам лозу готовят около 40 гектаров. А прошлогодние насаждения пора подвязывать. Шпалеры уже в наличии. Параллельно идет и расширение площадей. Закладываются новые плантации по современным агротехнологиям. На протяжении последних 10 лет среднегодовое валовое производство здесь составляет не менее 1,5-2 тысяч тонн. Сейчас в винограде убирают технические сорта. Вот он, прекрасный подарок солнечной лозы. Подарок Магарача, так называется этот технический сорт, вобрал в себя все лучшее, что даровано природой. В первую очередь это щедрое кавказское солнце. Но здесь заложены также тепло души и кропотливый труд виноградера, благодаря которым вот эти кисточки, хотя и маленькие, выглядят не только красиво, но и аппетитно. А на этом участке сорт подарок Магарача, кстати, один из лучших для производства коньяков и вин, помогают собирать школьники. Трудовую практику, широко применявшуюся в советские времена, в Прохладненском районе не забыли. Просто видоизменили с учетом рыночных отношений. На участке 20 гектар, приближненская школа работает, урожайность неплохая. Вчера собрали 3 с лишним тонны, будем работать 10 дней на этом участке, договор заключили. Учащимся, судя по всему, работа на плантациях в радость. Это и школе помощь материальная, да и дети к труду приучаются. Трудно собирать, но мы хотим помочь, чтобы совхозу, чтобы урожай был. Чтобы не пропало, надо все собрать. Все, все классы помогают. Виноградарство сейчас объявлено одной из приоритетных отраслей республиканского АПК. Есть благоприятные почвенно-климатические условия, есть и достаточный для производства конкурентоспособной продукции опыт. А стимулировать развитие должна разработанная Минсельхозом Кабардино-Балкарии программа. Предполагает она приобретение перспективных сортов и обрабатывающей техники, расширение и реконструкцию плантации, а также ремонта растительных систем. В числе участников этой программы и прохладницкий виноград. Сафар Гириев Анатолий Гирико. Вести недели, Кабардино-Балкария. Известный французский режиссер Винсент Мун завершил съемки короткометражного музыкального фильма «Черкесия». Это часть его большого российского проекта. Аутентичная музыка адыгов меньше чем через год станет новой кинематографической работой режиссера. Исполнителя старинных мелодий Мун искал сразу в нескольких республиках Кавказа. Настоящее имя Винсента – Матье Сара. Но над своими фильмами он работает под псевдонимом Мун. Теперь он на Кавказе и через пару дней вернется домой. Сводить вместе картинку и звук адыгской музыки, которую Винсент сохранит в Черкесии. Стоит перестать снимать людей. Надо жить с ними, их музыкой, держать ее в своей голове. Фиксировать образы своими глазами, запоминать ушами каждому из нас. Для меня этот фильм – это ритуал, это сакральный момент. И каждая песня, которая поется – это молитва. Это рождение новой атмосферы. География нового фильма – КБР «Осетия-адыгея». Но искал исполнителей аутентичной музыки адыгов сразу в нескольких республиках. Нашел немногим более десятка. Черкесию Мун рассчитывает закончить через 9 месяцев. Импровизированный сценарий еще не раз поменяется в процессе монтажа. Сам автор критики готов. И еще раз напоминает зрителям, что фильм Черкесия – это только его субъективное восприятие атмосферы кавказской музыкальной действительности. И концерт знаменитого на весь мир хора имени Пятницкого в Нальчике собрал в пятницу около тысячи зрителей. В рамках проекта «Нальчик. Культурная столица Кавказа» легендарный коллектив со своими популярными песнями выступил в Зеленом театре. На концерте побывала Елена Кушкова. В начало концерта еще полчаса. Вокалисты распеваются. Я разгадывать не стала, не надейся и не жти. Балет хора имени Пятницкого разминается. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Хора в республике выступает впервые. Говорят, это еще сложнее. Зрителя в себя нужно влюбить. А потому и усилий придется приложить чуть больше обычного. Хотя, куда еще больше. Они, как кочевники, не дня на одном месте. Владивосток, Калининград, впереди Тамбов, Финляндия. На отдых времени практически не остается. Делилась на короткой пресс-конференции перед концертом руководитель ансамбля Александра Пермякова. Мы новые номера, из этих мы делаем за кулисами. Есть 15 минут. Ребята встали не под музыку, а под счет. По той же причине не успели и сюрприз подготовить. Песни на национальных языках республики в исполнении хора Пятницкого в этот раз не прозвучали. Совершенно не было времени. Если будет возможность еще раз нашего приезда сюда, непременно споем. Заранее прошу прощения, но споем хорошо. Тем не менее, гостей открытая сцена Зеленого театра публика встречала несмолкающими аплодисментами. Гармонисты с первых нот очаровали аудиторию. Танцоры в ярких русских нарядах с лебединой грацией плыли по сцене. Хористы ласкали слух чистотой многоголосия. Без сюрпризов все же не обошлось. Восьминистр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров приятно удивил руководителя хора имени Пятницкого, зачитав указ главы республики. За большие заслуги в области культуры и искусства, вклад в укрепление межнациональных культурных связей присвоит почетное звание заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской республики Перемековой Александре Андреевне. Благодарность от правительства Кабардино-Балкарии прозвучала и в адрес дирижера оркестра Николая Гаврилова. В фестивале Нальчи – культурная столица Северного Кавказа этой осенью исполняется ровно один гос. 2011-го на этой открытой сцене Зеленого театра, а также в ДК профсоюзов и в Государственном концертном зале успели выступить многие известные артисты и ансамбли с мировым именем. Так, например, оперная певица Елена Образцова или академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Но и на хоре имени Пятницкого программа не заканчивается. В самом скором времени Кабардино-Балкария ждет в гости известный молдавский ансамбль «Жог». Елена Кушкова, Заур Конкола, Вести недели, Кабардино-Балкария. С вами была итоговая программа Вести недели Кабардино-Балкария. Я Беслан Суедимов. Это все, чем запомнилась уходящая неделя корреспондентом нашей программы. До встречи через неделю на телеканале «Россия». Продолжение следует...